По данным Организации Объединенных Наций, в Кыргызстане ежегодно совершается более 3,5 тысяч преступлений против женщин и девочек. Каждая четвертая женщина подвергается насилию со стороны супруга. Чаще всего она боится обращаться в правоохранительные органы и не знает, что ей делать. Важно знать, что в новом законе об охране и защите от насилия в семье предусмотрен специальный механизм для защиты жертв семейного насилия. Охранный ордер. Что такое охранный ордер? Если человек проявил насилие, то МВД выдают ему документ, который называется охранный ордер, чтобы он не приближался к тому человеку, которому проявил насилие. Кого может защитить охранный ордер? Всех членов семьи. Жену, мужа, родителей, детей, бабушку, дедушку, внуков, внучку. Куда нужно обращаться? Если в отношении вас было проявлено насилие, вам следует обратиться с заявлением в МВД или позвонить в 102. Кто, кроме пострадавшей, может сообщить в МВД о насилии? Сообщить в МВД о семейном насилии может любой гражданин, ставший свидетелем правонарушения. Что должна сделать милиция при получении сообщения о семейном насилии? Участковый обязан выдать охранный ордер, который действует в течение трех дней и может быть продлен по заявлению пострадавшей до 30 дней. Какие ограничения вводит охранный ордер? Закон запрещает совершать семейное насилие, а охранный ордер защищает жертву от насильника, ограничивая любой контакт насильника с жертвой. Что нужно сделать, чтобы временно выселить нарушителя из места совместного проживания или ограничить его родительские права? Если пострадавшая от семейного насилия захочет выселить агрессора из места совместного проживания, нужно обратиться в суд, приложив к исковому заявлению охранный ордер. Знайте, охранный ордер поможет реализовать ваше право на защиту.